Погода становится холоднее, дни короче, а на улицах лежат опавшие листья. Деревья также готовятся к зимовке. Вот только в отличие от людей, которые пытаются надеть на себя во время холодов как можно больше одежды, деревья наоборот, сбрасывают ее, свои листья. Этот процесс начинается еще летом, как только дни начинают идти на убыль. Зимняя погода, она накладывает свой отпечаток. Деревья должны подготовиться к низким температурам, отрицательным низким температурам и к очень высокой сухости воздуха. Вот зимний воздух, он обезвоживает организм. Для того, чтобы выдержать отрицательную температуру, деревья перегоняют лишнюю воду себе в корни. Таким образом, мертвые клетки сосудов деревьев остаются полностью пустыми. Однако для того, чтобы живые клетки остались действующими, в них накапливается специальное вещество. Вещества, которые мы называем криопротекторы, вещества, которые сохраняют при низких температурах клетки в живом виде, для растений это сахар, это сахара, это сладкие сахара, это моносахариды, это дисахариды. И получается, что в живых клетках к зиме накапливается такое большое количество сахара, что в этих клетках густой сироп. По словам экспертов, вместе с опавшими листьями деревья теряют накопленные из-за лета вредные вещества. Это неизбежный процесс, листопад. Но вместе с этими листьями растения сбрасывают и накопленные ненужные вещества. Можно их назвать шлаки, всевозможные соли, щавелево-кислые соли. Опавшие листья могут представлять собой особую ценность. Из них делают удобрения, превращают в компост. Еще один из способов избавиться от опавшей листвы – их утилизация. Однако такой способ не самый безопасный, да еще и противозаконный. Ведь листья, они впитали в себя загрязнители. Все, что попадает в воздух – это выбросы автомобильного транспорта, промышленных предприятий. Это все оседает в листьях. Когда мы сжигаем, это значит, что в воздух выбрасывается углекислый газ. То есть это очень много моментов. Лучше утрамбовывать, утилизировать биологическим путем. Пока что деревья все еще готовятся к зиме. Листопад продолжается и закончится только в первых числах ноября. Лев Диденко, Ленар Довлетяров, Универ, Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова